Европа 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 Да, есть ряд примеров, особенно есть японские дедаиски, которые не особо выделяются ростом и весом, но при этом становятся чемпионами мира в этой весовой категории. Сейчас я считаю, что Марина более активно проводит поединок, и, возможно, украинская дедаиска будет, хотя нет. Наказали Марину за грубое ведение поединка, за удар ногой. И получается, у нас по одному замечанию имеют и Сапца, и Слудская полная равновесие. Хотя Марина выглядит более активно. Если уж на то пошло, не будем забывать о дополнительном времени к каждому, по регламенту, к каждому из схваток, к каждому из схваток, и уже голденскор, да, в деле мы успели наблюдать в субботу. Попытка проведения броска перевела соперницы в положение ножа. Как закипели страсти не только на татаме, но и за пределами, все-таки женское дзюдо обладает своей прелестью, именно как раз своей эмоциональной составляющей. Хотя не так давно еще, собственно говоря, женское дзюдо было признано в том числе и на Олимпийских играх. Только с начала 90-х. Да, впервые на Олимпийских играх в Барселоне в 92-м году. Идет параллельно над сражением с Бейсановой и Фурманок. Здесь в поиске дзюдо ведет в счете, причем такое прилично над казахстанской соперницей, так что, скорее всего, одержит победу. Ну, а у нас ничего не ясно, полминуты до окончания основного времени. Да, стоит быть активной Марине, дабы не получить замечания. И вот получает замечание украинская дзюдоистка. Попытка проведения броска. И у Марины есть все шансы одержать победу в этом поведенке. Так оно и происходит. И только за счет того, что украинская дзюдоистка Анастасия Сапсай получила два замечания в отличие от Марины Слудской. У нашей команды уже вторая бронзовая медаль. К явному, скажем так, даже не столько удовольствию, сколько облегчению нацикабагела. Поздравляем Марину Слудскую, всех белорусских любителей дзюдо с победой в схватке за бронзу Марины Слудской. Да, тяжело сложился этот поединок, но Марина одержала победу. Две бронзовые медали в трех поединках. Ну что, в принципе, больше половины успеха. Хотя еще раз повторимся, что изначально, очевидно, наверное, мы рассчитывали на большее представительство наших дзюдоистов в схватках за медали. Да, вчера ряд наших спортсменов проиграли в поединках за бронзу. Ну, сегодня результат немножко лучше. Две медали. Вот мы видим эпизоды этого поединка Марины Слудской. Попытки проведения бросков как одной, так и другой спортсменки. Марина оказалась более активной, за что украинская дзюдоистка была наказана. Мы видим Германия. Марины Слудской. Субтитры сделал DimaTorzok